здравствуйте вы смотрите проект в гости сегодня с нами известный российский шеф-повар николай сарычев здравствуйте николай здравствуйте николай сарычев шеф-повар и увлеченный следователь российской региональной кухни за годы карьеры николай работал в нескольких московских ресторанах а вместе с тем совершенствовал свое мастерство за границей пройдя стажировки в италии испании таиланде хорошо знает европейскую русскую испанскую итальянскую а также молекулярную кухню николай является членом национальной гильдии шеф-поваров россии и испанской ассоциации шеф-поваров в течение вашей карьеры вы изучали разные кухни если я не ошибаюсь один из первых шеф-поваров ваших наставников был знаток итальянской кухни собственно был итальянец да совершенно верно да потом и в азиатскую кухню вы там погружались потом у меня просто-напросто получилось так что у меня была возможность поучиться то есть это было индонезии соответственно таиланда здесь я схитрил и уже как бы и их уехав в отпуск соответственно я уже знал где я буду учиться в принципе да где я буду набираться от этих знаний смешение соответственно и европы и азии потому что в азии несмотря на то что азиатскую кухню сами азиата очень любят но не любят тоже миксовать с европы также принцип как европейцы любят миксовать с панази то есть это очень что вот здесь смешение культур работает только во благо вообще всего человечества потому что получается очень вкусно а вообще в вашей профессиональной деятельности вы уже тоже отошли от момента погружения в какую-то кухню это тоже некий фьюжн смешение постоянно я в любом случае считаю что базовая кухня должна быть своя родная кухня да нужно знать свою кухню прежде чем начинает работать с другими видами кухонь соответственно когда я помню проходил обучение в аксе это всемирно ассоциации шеф-поваров мне задали вопрос николай это знаешь вообще свою кухню родную так как ты допустим собираешься судить итальянскую ли там тоже паназиатскую русской кухни для меня немножко все-таки сложновато говорить потому что все-таки россия это много национальная страна и как говорит обозначить все-таки российская региональная кухня вот так вот будет более правильно и я как прочь промышляю в смысле русской кухни люблю очень паназию европы ну и соответственно российская региональная кухня здесь вот здесь тоже можно очень сильно играть изменять и и соответственно сделать очень много интересного примеру даже взять такие маленькие есть пряжиные пирожки по секундчики да это вроде как пермс пермские до пирожки по сути это маленькие чебуреки ну то есть вот пошло пожалуйста да они тоже готовятся в фритюре то есть то что готова с фритюре от называлась пряжиным вот то что было в печи это подовые пирожки то есть но здесь я тоже просматриваю уже тоже какое-то влияние вроде как перми да там перми были там финны угоры в какое-то свое время до оттуда и принципе вроде как утверждают что пошли пельмени именно в россии войну на руси еще тогда может не будут уже тоже не знаю и они назывались пеленяне мушка из теста начиненное там мясом или чем-либо еще то есть тут то есть опять же сами посекундчики есть реально похоже по вкусу и в целом это чебурек всем известный татарский чебурек да вот пожалуйста опять же есть какое-то смешение даже есть пересечения и здесь очень много я считаю что можно играть по интересным вообще по вкусам и так далее даже банально я помню блюдо я готовила татарский аж из бычьих хвостов на шикарное блюдо реально вкуснейший суп я вот таких супов тысячи лет не ел я считаю что российская кухня она должна вот именно регионально вот быть вот в каждом регионе должно быть какая-то своя история а как происходит ваше исследование в региональной кухне это же невозможно просто это прочесть да нужно держаться где да где-то надо погрузиться прочесть может быть стоит походить посмотреть по местным заведением что есть то есть все таки когда опять же если я приезжаю в топливный регион я смотрю что заведение специализируется на местных продуктах из хотя бы уже если заведение специализируется на местном продукт это уже становится интересно то есть примеру банальный момент обам банальная история но почему-то она мне нравится потому что ну совершенно банальный продукта вкусно получилось да это в Владимирской губернище, готовили салат «Клязьма» он называется, это разворная телятина, припущенные овощи, то есть слегка обжаренные, и черная резька, заправляют под просто банальным майонезом. Понимаете, вкусно. Вот они называют его «Клязьма». Я считаю, что местное такое оливье. По крайней мере, то, что мне повара рассказали. Вкусно было, очень вкусно. А есть у вас на примете какой-то российский регион, где вы еще не были, но куда вам было интересно съездить именно в плане исследования местной кухни региональной? Ну, до Сахалина доехать хотелось бы, или Камчатки там. И там уж полностью в тему крабов погрузиться, да? Там прям к крабам, к крабам погрузиться можно. Точно. Булькой, вот они там. Да, наверное, доехать до Сахалина. А вообще, в принципе, на самом деле, очень интересно. Было бы и Кавказ весь до конца бы поштудировать, посмотреть, что как. Потому что тоже очень все по-разному делается. Опять же, там те же дагестанские сыры, они очень мне интересны. Мне просто интересны некоторые техники, потому что там есть сыры, которые они тоже вызревают чуть ли не в пещерах, а там погоду. То есть есть такие, они как бы незрелые считают. Ну, нет, это созревающие сыры все-таки. Вот есть такие, так же, как и в Грузии. Вот я ездил, смотрел, они там землю закапывают. Ну, там что-то тоже вот интересное происходит. Вопрос, что? Пока не знаю. Вот, кстати, о сырной теме. Я так понимаю, это пристрастие вас настигло в какой-то момент до такой степени, что вы сами стали производителем сыров. Я немножко приостановился так по-честному. Да, ну просто мне физически некогда это сейчас делать. Ну и, наверное, все-таки нет той площадки, где бы я мог чуть больше объема делать, который я мог бы, да. Но вы еще планируете вернуться к этому? Обязательно, конечно. Как так-то? Я без этого себя не вижу. Конечно, пристрастие. Вот, допустим, здесь, посмотри, здесь вообще сырная беда. Просто здесь сырный коллапс какой-то происходит. Тут просто ничего нету. Ну, мало очень, очень мало. Ничего сказать это неправильно. Что-то-то есть, но очень-очень вот прям бедненько. То есть, ну, опять же, я так понимаю, что здесь и с молоком не очень все хорошо, его не так много, соответственно, здесь на этом спекулируют. Соответственно, цена молока, она высока. Ну, кстати, я вот сейчас вспоминаю, какие-то пары магазинов от производителей якобы чуть ли не местных сыров или российских, включая местные, они имеются в магазинчике небольшие. Значит, кто-то умудряется что-то производить. Ну, кто-то что-то пытается, вопрос, опять же. Ну, это глубина, не знаю, не погружался в этот вопрос. Вопрос, опять же, делают это на молоке натуральным, либо это делают уже на каком-то сухом молоке. То есть здесь вот это может сыграть роль, потому что производство сыра, это, в принципе, сыр сам по себе, априори, не дешевый продукт. То есть он не может стоить дешевле, чем стоит молоко. И когда я смотрю, сыр, он там стоит 300 рублей, я думаю. А сыр ли это, думаете вы? То есть или есть несколько производителей, не только там в Москве, а не буду говорить регион, немножко неправильно. Ты вот пробуешь сыр, вроде камамбер, да, вот по виду вроде прям класс. Пробуешь на вкус. Ну, честно, вот дружба, сырок дружбы вот этого. Ну, реально беда полная. Вот беда. То есть я их называю пластмассовые сыры. Ну, то есть они ни вкуса, ничего нет. Вроде бы как бы вот что-то где-то есть, но совершенно не дотягивает до того уровня, там, как в той же Франции делают камамбер. А вам в плане личных пристрастий ближе французские сыры, итальянские? Какие вам нравятся? Я больше, наверное, Франции. Там больше вкуса, больше ароматики, это мое мнение. Вот, ну, опять же, есть и хорошие итальянские сорта, как примерно тот же Монтазио, или там Фонтино, тоже такой хорошенький, или Таледжио добренький, пахнущий такие. Возвращаясь к российской кухне и ее изучению, мне приходилось слышать от шеф-поваров, которые специализируются на русской кухне, что они крайне негативно относятся к советскому периоду. Да, бред, я считаю, вообще полный бред. Как ваши отношения? Да, ну, вообще класс, птичье молоко, агония, считай. Сделать хорошую птичку, это, ну, надо уметь, во-первых, работать с агаром, чтобы хорошее суфле получилось, покрыть тем шоколадом, который чтобы ломался, то есть это специфик этого десерта, торта, ну, торт, скорее всего, правильно. Вот. Ерунда ерундой, вроде кажется, но я очень всегда положительно относился к десерту картошка. Я очень люблю это десерти. Это мой десерт с детства. То есть я прям фанатею от нее. Салат мимоза. Если вот реально вкусно сделана мимоза, это, ну, вкуснейший салат. Почему нет? Относиться к этому периоду очень плохо? Ну, нет. Я считаю, что это наша история. Это есть какое-то понимание советской кухни. То есть это надо как бы иметь, всегда брать на вооружении, что-то тоже брать, экспериментировать, потому что, ну, делал тоже, придумывал какие-то интересные подачи, там, с этими же шпротами. Шпроты же были популярны в советской кухне, правильно? Если говорить о кухне, как о некой части культуры в целом, национальной. Я считаю, что да. Мне кажется, она, безусловно, является ее отражением. Я считаю, что в какой-то момент вот здесь вот Советский Союз поспособствовал вот этому умиранию, вот этой культуры, да, там вообще как таковой. Потому что везде мы готовили, ну, давайте так по-честному, борщ, плов, что там? Котлеты. Ну, и котлеты, да, что все было, везде все одинаково. От, у до. Неважно, где он работает, здесь или там, у него одинаковая зарплата, одни инаковые условия. Ровно с чего там все должны были борщи кушать, харчо, плов там, ну, то есть мы начали забывать вообще те блюда, которые мы готовили. То есть у нас остались там условно пельмени, блины, да, это как вот, да борщ. А больше мы ни черта и не знали. Когда начинаешь понимать, там, штрумбы, там, пасекунчики, те же карасики, пирожки, да, там, тоже хорошая, вкусная кулебяка, там, на четыре угла, допустим, ну, то есть курни, которые всегда подавали на свадьбу, а у нас понятия вообще, ну, то есть нет этого понимания, да. То есть, ну, много реальных хитов, там, Тавранчук, там, Илюшное, там, ну, то есть, очень много. В принципе, сейчас интернет немножко так набивается, эта информация, потому что начинаешь вспоминать вообще, что, как было, что за, что ели, какие блюда ели, какие трапезы были. Взять эту нашу Екатерину, вторую, хоть, несмотря на то, что она немка была, она, насколько она любилась русская, да, и опять же, смешение культуры. И артишоки у нас на столах были, что у нас только не было, и трюфеля, и устрицы, и лангустины, все было на столах, все, там, ущука чиненная, там, телятина, там, с раками, там, вообще, караул, там, такие вещи, это кульнария российская, вот именно, когда империя была, кулинария была очень серьезно развита, потому что было очень большое влияние Франции, соответственно, повара тех времен, они очень много воспринимали вот эту вот информацию, там, как теории, так и практики, потому что при дворе Екатерине около 80% было поваров иностранцев, в частности, французов, то есть Франция влияла очень сильно. Ну, если брать вообще в целом кулинарию, да, суп, французское слово, салат, соус, гарнир, то есть вот чуть-чуть, а уже все французское. Ну, то есть Франция в любом случае, как ни крути, они большие молодцы. А если предположить, что к вам обратились без просьбы и приготовить, ну, допустим, три блюда для, назовем то для некой иностранной делегации, которые бы представляли современную российскую кухню, что это за тройка была бы, чем бы вы угощали? Я бы, наверное, сделал какие-нибудь интересные бы пелемени, но не просто взял бы обычный пеленень, вот эти ушки сделал бы, а какую-нибудь форму необычную сделал бы, да, и подал бы тоже в каком-то небольшом соусе, то есть вот именно сделал бы, обыграл бы вот эту, вот именно обыграл бы. То есть здесь, скорее всего, так, хорошее, нормальное тесто на молоке, то есть именно на молоке, не на кладя на молоке, это сто процентов. Ну, это просто то, что сейчас в голову первую приходит. Наверное, бы сделала бы, вот сто процентов почему-то вот она мне сейчас просится, я бы сделал хороший вкусно пожарскую котлету, вот реально вкусную, под тем каноном, как она готовилась, потому что нюансов у этой котлет оказалось, блин, вот двух рук не хватает, чтобы перечислить, насколько вот я натыкался на проблемы. Чтобы довести до вкуса хорошую, реально пожарскую котлету, мне понадобилось где-то около месяца, в постоянных проработах. Там оказалось, что, я парочку буквально нюансов скажу, что хлеб, который добавляется в котлету, он должен быть сперва черствый, потом размоченный. Масло, которое добавляется сливочно в котлету, оно должно быть не мягкое, а натертое на терке мороженое. То есть, это только два. Нюансы, но очень важные, да? Да, только два. Там нюансов еще никогда фарш не отбивали, как это у нас вот принято рассказывать, чтобы обогатить типа кислородом. Ну, то есть, не было такого. Не отбивали, не отбивалось котлетами. Так, мы третье блюдо еще не придумали. Третье блюдо я бы, наверное, сделал бы на вот реально вкусный, обалденный медовик на сметанном креме и гречишном мёде. Медовик – это вот, это вообще, это очень сложный десерт. Сделать хорошие коржи именно на гречишном мёде и сделать обалденный сметанный крем – это надо, ну, просто вот, надо знать это. Это нужно реально собаку на этом съесть, ну, подать сотами в мёде, к примеру, ну, с пыльцой медовой, которая не очень, как бы, она в общей картине немножко потеряется, да, но у нее свой вот агриковатый вкус, как бы, да, она очень безумно полезная, эта пыльца. Ну, то есть, вот, дополнить мёдом, 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 вот этими медовыми продуктами. Наверное, вот так. Если говорить в целом о российской ресторанной культуре, об этом бизнесе, он у нас не так давно развивается. Ну, если брать, да, если брать вообще всю кулинарную, весь мир, как таковую, всю кулинарную историю нашу, да, то, конечно же, мы сейчас только, наверное, много еще нам предстоит пройти нашим рестораторам, потому что, опять же, стоит признать, малый ресторатор вкладывается так на кухню, как хотелось бы. Я считаю, что кухня, это, в принципе, это сердце ресторана. Нету кухни, нет гостей. То есть, кухня – это самое главное вообще, в принципе, артерия любого заведения, это сердце. То есть, когда, ну, мы не говорим о клубной истории, да, мы говорим о ресторанах все-таки, правильно, ведь? Более такой едальной истории, а нежели питейной. Как бы, несмотря на то, что бар всегда делает больше, чем кухня, это тоже совершенно нормальное явление для заведения. То есть, заведение зарабатывает больше на алкоголе, хотя на кухне всегда больше персонала. Но, опять же, все взаимосвязано. Николай, вы человек, который, как я могу судить, постоянно развивается в своей профессии. Какие-то направления вы себе наметили, куда вам интересно было бы двигаться дальше? Я, в любом случае, мне интересна северная кухня, это нордическая, да, она интересное направление, потому что я сейчас как раз себе подбираю стажировку, пока не могу понять, куда я поеду в итоге. Либо Даня, либо Швеция. Я вот буквально познакомился в Питере, вот то, что я был на той неделе со шведом. Йонас Грипп, что ли, его зовут? Ну, короче, какой-то такой интересный шеф шведский. Вот, ну, меня познакомили. И он сказал, что, Коля, я тебе помогу. То есть, мне интересно посмотреть вот эти техники, какие они используют, какие они используют, опять же, кухни, наши, как мне нравится название, девайсы. То есть, как это происходит. То есть, это все будет довольно-таки интересно, потому что скандинавы уже, наверное, второй десяток в преди планеты. Ну, и Япония. Япония тоже очень сильно развита в этом направлении, мое мнение. То есть, там надо, там есть чего посмотреть, поучиться, потому что все-таки у меня практика с японцами, работа есть. И мне это интересно. Ну, может быть, еще Америка посмотреть, потому что там тоже все кипит, шипит и развивается. Тоже есть на что посмотреть. Ну, это вот так вкратце. Ну, а в плане открытия, там, собственного заведения вы как-то подумываете об этом? Не знаю. У меня есть, у меня какая-то непонятная вот здесь мечта, но нет, она понятная, но я не хочу открываться в Москве почему-то. Я хочу открыться в небольшом, небольшом городке, чтобы такая более какая-то семейная была история, более там, чуть подальше от этого вот, всего вот этого. Видимо, есть ощущение, что там слишком много всего, да? Наверное, есть ощущение, что просто периодически устаешь от Москвы, хотя я вот чистокровный москвич, да, там, не знаю, в каком-то поколении, но иногда хочется убежать. Просто надоедает все вот этот вот ритм, все как-то беготня, думаешь, а когда ты жить, Николай, собираешься вообще, вот, когда? Ну, вот сейчас приехал, чуть-чуть поживу. Тут особо спешить-то никуда не надо, никто не спешит никуда. А есть вообще где, вообще никто не спешит, там, заказываешь такси на 11, он говорит, да ладно, что я сейчас приеду через полчаса, время уже 12, думаешь, как так? Ну, я, говорит, опоздал, прости. Ну, вот, народ не спешит. В этом-то и на самом деле есть плюс огромный. Они живут, они не парятся по жизни. А ты все бежишь, куда-то бежишь, бежишь, ну, без этого на самом деле тоже, на неделю у меня здесь составь, я скажу, что что-то мне не хватает уже. То есть тут надо разбавлять периодически. Хорошо, успехов вам во всех ваших начинаниях. Спасибо большое. Будем завершать. Спасибо, что заглянули в гости. Вам спасибо. Спасибо, что за субтитры Алексею Дубровскому